МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире культурная эволюция. Еженедельное обозрение культурных событий и явлений нашего города. Меня зовут Вячеслав Рязаков. И сегодня в нашей программе. Выставка «Помним» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Государственном русском музее. В этом году у нас довольно много событий, большая программа, но в них есть совершенно-таки новые вещи, даже неожиданные подарки судьбой к этому празднику. Проекты Государственного Эрмитажа ко дню ленинградской победы. Не согрешишь, не покаешься. Премьера спектакля «Воскресенье» в театре имени Ленцовета. Я, может быть, улыбаться не очень умею и люблю, но смеяться, хохотать обожаю. 85 лет народной артистке РСФСР Ларисе Маливанной. 80 лет с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В свете этой даты сегодня будем выступать и мы, как и все, думаю, в своем городе. Мне кажется, нет культурной институции, которая бы не выступила с высказыванием. Музеи, театры, концертные залы, галереи, арены, киностудии, сады, парки и просто улицы, площади стали местами выступлений. Героической объявлена неделя на постоянном петербургском стенде ВДНХ. Одно перечисление проектов, их поворотов займет все отведенное время, мы коснемся некоторых. Если обобщать, мне показалось, что в этом году памятный акцент был смещен с трагического пафоса в героический. Результат невероятной жертвы – общая победа ленинградцев. Ее свидетельства уже как часть сакральной суммы исследуют на конкретных примерах. Например, серию выставок в Российском мотографическом музее так и назвали – «Музей-победитель». Да, и сотрудники музеев, и артисты, и музыканты среди тех, кто воевал и спасал город. Общий лейтмотив же, мне кажется, вынес в заглавие русский музей. В корпусе Бенуа выставка «Помним» – масштабная и неожиданно разнообразная в представленных жанрах экспозиция, включает более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в нашем городе в дни войны. Дарья Паттерина подробнее. В памяти ленинградцев-петербуржцев каждый год тема блокады возникает как минимум трижды. В день начала блокады – день прорыва и день полного освобождения. И ежегодно мы мысленно как будто проходим круг – от осознания ужаса тех событий до надежды и ликования. На выставке в корпусе Бенуа этот путь также последователен. От суровой графики первой блокадной зимы до отцветов знаменитого салюта ленинградской победы. Мы обладаем самой большой в стране коллекцией произведений ленинградских художников, написанных именно в годы блокад. Поэтому мы понимали, что мы должны комплексно представить эту коллекцию по существу художественной хроники, художественной летописи блокады. Собирать эту коллекцию русский музей начал еще в январе 1942 года. На тот момент в Ленинградском союзе художников из довоенных 500 человек оставалось всего 126. Их выбор не уезжать был сознательным, чтобы разделить судьбу любимого города и запечатлеть ее, чтобы быть полезными, заниматься маскировочными работами. И была еще одна цель – поддерживать дух ленинградцев. В Доме союза художников на улице Герцена, ныне Большой Морской, работала группа «Боевой карандаш». И там же в подвале была маленькая печатня. В группу входили 28 художников. За годы войны они создали более 120 литографий. И ничего подобного не было больше ни в одном другом городе страны. Собственно, традиция идет от русского лупка. Это вот такая графическая техника, техника литографии, цветной литографии, в которой снабжается еще и стихотворным каким-то пояснительным текстом. Ну и, конечно, это были вещи духоподъемные для города. В тени громких воззваний – блокадные хроники. Городские пейзажи, портреты и автопортреты. Их как будто объединяет свет, как у старых мастеров. Ведь электричества не было. Значит, работали либо при свете дня, либо при свете свечей. И еще одна деталь. Хотя блокада представляется мглой. Для многих живописных работ тех лет характерен яркий колорит. Мы пытались выяснить, почему, откуда взялся этот даже агрессивный, активный, контрастный цвет. И нам объяснили, что восприятие окружающего мира постоянно, длительно голодным человеком, оно меняется. Вот эти цветовые всплески, они были важны еще и с точки зрения утверждения, что художник жив. Вот это был знак жизни. Красный шарф на автопортрете Ярослава Николаева. Или броское розовое пальто на портрете его жены. Закаты на полотнах Кучумова и Рудковского. Можно читать и как свидетельство голода, и как свидетельство жажды жить. И жажда творчества в каждом произведении. Делать эскизы на улицах города могли только те, у кого было специальное разрешение. Остальные на полулегальном положении. Таким разрешением владел Покулин. Вячеслав Покулин, действительно работавший на улице. И его, собственно, такая типичная фигура, знакомая, узнаваемая. Она была во всех хрониках. А так это все было сделано дома по впечатлениям всем. То есть с натуры художник мог так вот аккуратненько, зайдя в какой-нибудь подъезд, нарисовать, набросать какую-то композицию, чтобы никто не видел в блокноте. А работали, работали дома. В блокадной теме, о которой удобно говорить общими словами, так много личных сюжетов. Они открываются не все сразу. Вот, например, альбом Веры Зинькович «Ленинградский трамвай». Единственный восстановленный в блокаду вид городского транспорта. Художница была среди первых пассажиров и набросала портреты своих попутчиков. Или история последней предвоенной выставки в Русском музее. Выставка Тирса открылась ровненько за неделю до начала войны. И Тирса писал своему другу, говорит, ты тоже привези все в Русский музей, они здесь сохранят. Они сохранили в залах веревочки, чтобы сразу после войны мы сразу повесим на эти же веревочки мои работы и выставку сразу восстановим. Ну, конечно, никаких веревочек мы не смогли, потому что здесь уже все было с потолков текло и все разрушено было. Выставку сохранили. Это была его первая персональная выставка и единственная. Ослабевший от голода Николай Андреевич умер в феврале 42-го года в Вологде по дороге в эвакуацию. Опустевшие залы музеев и разрушенные пригородные дворцы – образы погибающей, но не сломленной культуры. Художники сохранили то, что не может передать слово. Название выставки помним как констатация факта. В нашем городе не должно быть иначе. Эрмитаж пережил блокаду, Эрмитаж хранит память о ней. Генеральный директор музея Михаил Петровский рассказал о программе мероприятий к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году у нас довольно много событий, большая программа, но в них есть совершенно-таки новые вещи, и даже неожиданные подарки судьбой к этому празднику. Ну, во-первых, у нас завершилась реставрация замечательного псковского колокола 16 века, упоминального колокола, и мы могли с фондахранилища Эрмитажа, в старой деревне, рядом с Серафимским кладбищем, где сотни тысяч жителей блокадного Ленинграда похоронены, вот его представить, и вот колокол звонил в их честь. 27-28 января у нас в несколько раз будет показан вот этот спектакль Балтийского дома «Живые картины блокады» режиссер Игорь Коняев. Для того я открыта калитка, чтобы почувствовал зритель объем и сквозняк, это проникнуть в другое пространство попытка. Спектакль – совместный проект Эрмитажа и Балтийского дома, основанный на воспоминаниях сотрудников музея. Также в памятные дни в фойе Эрмитажного театра впервые представили рисунки Михаила Григорьева. Театральный художник рисовал их в октябре 1941 года прямо в бомбоубежище Эрмитажа. Как теперь уже выяснилось, у нас в архиве находились рисунки Михаила Сергеевича Григорьева, замечательному театральному художнику. Благодаря этим рисункам наши сотрудники из сектора компьютерной техники восстановили совершенно замечательный 3D-вид подвалов. Начиная с 8 сентября в этих убежищах, по нашим сведениям, по документам, жило где-то порядка 900 человек. По воспоминаниям Бориса Борисовича Петровского, что, скорее всего, так и было, около 2000. Здесь же в фойе экспонаты, особо ценные как память тех дней для сотрудников музея. Предметы мебели с императорской яхты «Полярная звезда», с которой в Эрмитаж поступало электричество осенью и зимой 1941 года. Премьера в театре имени Ленсовета. Воскресенье. Спектакль по роману Льва Толстого. Характерный, мне кажется, пример несколько парадоксального интереса театров. Нет, чтобы ставить власть тьмы или плоды просвещения, драматургическому наследию предпочитают его романы. Полотна, неизбежно сжимаемые на сцене. Из свежих примеров «Война и мир». Экспериментальная совместная постановка театра «Новая опера» и мастерской Брусникина с подзаголовком «Наташа и Андрей». Это последовательная редукция. Из «Войны и мира» взят только мир. Причем из этой сокращенной версии оперы Прокофьева взята только часть с лирическими героями. Добавлена проза. Ну, это все, видимо, в целях приближения, собственно, к Толстому. Сквозь музыку Прокофьева. Эксперимент, скорее музыкального, нежели драматического театра. Но одно дело «Война и мир», другое – обращение к позднему Толстому, как к сумме его идей, как итогу его жизни. Нравственные поиски привели писателя к невероятно простому смыслу жизни – в сочувствии, в соучастии, в сочувствовании с другими людьми. Вот то самое Толстовство, о котором сейчас принято говорить немного снисходительно, в своей безыскусности почти невозможно в самом себе разыскать. Невероятно умные люди. Величайший философ XX века Людвиг Витгенштейн был толстовцем, например. В общем, это очень тяжело понять. Наверное, как вспышка, как в повести «Смерть Ивана Ильича». Что же ищет театр в творчестве классика в нашем сюжете с премьеры? «Никто замуж не берет, и мне за это...» Последний роман у Льва Толстого в театрах на расхват. В этом году нас ждет несколько сценических версий истории князя Нехлюдова, который когда-то обесчестил девушку по имени Катюша Маслова. Правда, потом прозрел и попытался спасти ее от ужасов в сибирской каторге ценой собственного благополучия. «Я буду там, где будете вы, и поеду туда, куда вас произойдет». Востребованность произведения у современных режиссеров напоминает о театральном буме на воскресенье, который случился ровно 120 лет назад в Европе. Странно, почему этот интерес возник именно там, ведь Ницше уже давно объявил, что Бог умер, а роман Толстого о христианском всепрощении. Мне кажется, это фантастический такой роман, потому что, разбирая путь Нехлюдова, главного героя, его такой путь к духовности, к искуплению греха, когда человек отказывается от всего, что у него есть, я не нашел аналогов современных мотиваций. Я искал и пытался найти, ну вот что может быть в современном мире, когда человек поступает так. Ну разве что какая-то тяжелая болезнь, да? Ну вот и все. Поэтому для меня это, конечно, фантастическая история. Сепарировав толстовское жизнепонимание в духе «Царство Божие внутри вас», режиссер Айдар Забаров сосредоточился на обличении бездушности государственной машины, из-за которой зло становится банальностью, а спасение утопающего – делом исключительно самого утопающего. Я это убила! Мне кажется, он очень жестко, просто топором прошелся. И в этой какой-то смелости, жесткости вдруг уже пожилой Лев Николаевич, вдруг возникает какая-то, наоборот, почти студенческая какая-то, я не знаю, ну, направленность, можно сказать, даже однозначность. Вот эта жесткость, наверное, больше всего и привлекла меня. Социальный диагноз фальшивому, продажному и похотливому обществу режиссер поставил по-гоголевски остро, дополнив его приметами сегодняшнего дня и эксцентричной музыкой Джастина Гурвица из фильма «Вавилон». Наступила для меня та жизнь хромического преступления заповедей божеских, по-человечески, в которое ведется десятками, сотнями тысяч женщин. Не забыт и Достоевский. Для Ильи Делия рефлексия Федора Михайловича родная стихия. Черты Раскольникова и Мышкина проступают в его нехлюдове, спускающемся на самое дно жизни. Он проходит путь от студента, мечтающего о благе для крестьян, до пьяного вояки-насильника. От развращенного эгоиста до человека, пытающегося спасти не только Катюшу Маслову, но и ее подруг по несчастью. Но лишенный того спасательного круга, обретенной веры, который кинул у них Людову Толстой, герои спектакля так и не находят покоя. В отличие от погубленной им Катюши Масловой, которая нуждается не в искуплении, но в очищении и обретении смысла жизни. Вот этот вот мой путь, который я прохожу за весь спектакль, неспроста мы приходим именно к этому тексту. Люди как реки, потому что мы рождаемся прекрасными, чистыми, нетронутыми душами. И именно общество, именно какие-то обстоятельства жизненные ломают, перемалывают. После воскресения Толстого в интерпретации Айдара Забарова по неволе вспоминается знаменитая некрасовская про женщин в русских селениях. Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет, но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет, цветет. В этом обаяние спектакля, в том, что за театральными приемами никуда не исчезают вечные истины русской классики. Смотрите далее в «Культурной эволюции». Я, может быть, улыбаться не очень умею и люблю, но смеяться, хохотать обожаю. 85 лет народной артистке РСФСР Ларисе Малеванной. О любви немало песен сложено. Премьера музыкально-исторической постановки «Ленинградская новелла» в театре музыкальной комедии. Усталый, подходишь к этому портрету, и становится совершенно иначе ощущение от жизни. Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов о самом интересном в экспозиции. Продолжаем главную тему сегодняшней программы – 80-летие с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Погрузиться в эту атмосферу без преувеличений можно, ну, как угодно. Пойти на концерт, на выставку, спектакль, можно просто выйти на улицу, итальянскую, где сейчас улица жизни. Можно даже не выходить из дома. На сайте Российской национальной библиотеки проходит онлайн-проект «Свидетели подвига Ленинграда». Там можно взглянуть на уникальные документы. Сейчас там уже полтысячи печатных страниц и фотографий, изданных в осажденном городе чудом подчас уцелевших. Каждую неделю сайт пополняет новая рубрика «Всякий раз предметный взгляд на жизнь ленинградцев в годы блокады». Тут и бойцы народного ополчения, и маленькие ленинградцы, врачи, и ученые, рабочие его заводов и партизаны. Дорога жизни, бои, ну и, конечно, культурная жизнь города. Много интересного и про блокадный театр, и про выступления артистов в городе и на фронте. Из всех работавших до войны театров в самые тяжелые дни в городе оставался театр музыкальной комедии. И не просто оставался. С июля по ноябрь 1941 года труппа сумела подготовить четыре премьеры. 64 человека из труппы театра погибли. Один из них прямо за кулисами от истощения. Ну а спектакли шли и при аншлагах. Для известного нам театр легкого жанра блокады – это очень личная история. Накануне памятной даты здесь особая премьера лирическая опера Геннадия Белова – ленинградская новелла. Вот так о бессмертной любви в осажденном городе Катерина Картузова. Их Ленинград предвоенный Дмитрий и Наталья встречаются у Чернышева моста, который станет символом их любви на долгие годы. Она выступает на лучших сценах Ленинграда. Он собирается в экспедицию. Но война изменила привычный уклад жизни. Я режиссер-блокадник. У меня в блокаду уняло очень много родственников. Бабушка, дедушка. Моя мама стала инвалидом. И тетя. Они пережили самую страшную голодную зиму. Их спасли, увезли в эвакуацию полумертвых. Благодаря этому я появился. На свет они выжили. И поэтому, конечно, когда было предложено реализовать этот проект, я ухватился за него. Я не мог поставить этот спектакт нигде, кроме этого театра. Этот театр работал в блокаду. Они замязали, но пели для умирающих от голода людей. Ленинградская новелла – одноактная опера в семи эпизодах по рассказу Всеволода Успенского вокруг Чернышева моста о самых страшных годах в истории города и страны. Автор музыкальной партитуры – композитор Геннадий Белов, ученик Дмитрия Шостаковича, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Его о ленинградской новелле в этом году полвека. Раньше она звучала только на радио. А партитура ведь потерялась за 50 лет. Совсем. И хорошо, что мой сослуживец, коллега Алексей Красавин согласился написать новую партитуру. Фактически звучала не моя партитура. Звучала партитура Алексея Красавина, но, правда, он сделал ее по клавиру. Это произведение как бы немножко не нашего жанра. Это лирическая опера. И единственная была попытка постановки – это радиовариант. Сегодня можно сказать, что, наконец, через полвека у произведения – счастливая судьба. Сюжетную линию оперы Юрий Александров дополнил стихотворным блоком на тему блокада Ленинграда. Ввел образ Ольги Бергольц. Интересно, что выпускной работой композитора Геннадия Белова была оратория «Ленинградская поэма» на стихи Ольги Бергольц. Она прозвучала тогда в Большом зале филармонии в присутствии автора стихов. В тот день поэтесса подарила ему свой сборник – «Узел». Нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды. Но Родина сна, и мы не одни. В Петербурге, в Ленинграде существовала великая поэтесса Ольга Бергольц, перед которой я преклоняюсь. И благодаря этому спектаклю я узнал ее в полном объеме. Я почитал всю ее захлеб. И я написал сценарий этого спектакля, где ввел вот эти ее замечательные тексты. Как музыкантам мне хотелось, чтобы они интонационно совпадали с музыкальными фрагментами. И это, по-моему, получилось. Судьба развела главных героев сначала на дни, затем на годы. И все-таки они встретились. Эта история любви могла закончиться по-другому. Но город-герой Ленинград выстоял. По замыслу автора в постановке выстояла и любовь. Музыкантам, продолжавшим давать концерты в осажденном городе, Петербургская филармония посвятила цикл из восьми концертов. 18 января в годовщину прорыва блокады программу открыла Третья героическая симфония Гавриила Попова. Одного из ярчайших представителей советского авангарда. Композитор ломал жанровые рамки и стереотипы. Для этой симфонии, например, ограничил состав оркестра. Оставил только струнные. Именно в Большом зале филармонии состоялась ее премьера 9 марта 1947 года. Это сочинение, которое сначала было написано как музыка для документального кинофильма, как сказали бы сейчас, саундтрек. Во время войны замысел композитора претерпел изменения. Сначала он хотел сделать из этого концерта Гросса, а потом остановился на варианте симфонии для струнной группы оркестра. И смело, не побоюсь этого слова, назвал ее героическое, так же, как третья героическая обиходная. Сочинение родилось из музыки, написанной в 1939 году к фильму «Эсфере Шуб» «Испания», посвященному событиям гражданской войны. В 20-е имена Гавриила Попова и Дмитрия Шостаковича ставили рядом. Они принадлежали одному поколению, дружили именно своему другу. Попов и посвятил свою третью героическую симфонию. А сейчас юбилей. Ну, это уже давно отдельная рубрика нашей программы. Повод обратиться к патриархам нашего искусства, как маяки, по которым стоит время от времени сверять даже самые свежие лоции культуры. 85 лет Ларисе Маливанной, народной артистской РСФСР, актрисе из тех, что подарили свой облик, манер и лицо временам уже легендарным. Одна из узнаваемых актрис нашего города, часть его театральных хроник. Вообще, историю этой актрисы очень легко рассказывать как историю актрисы. В ней множество драматичных поворотов, перипетий, полных психологизма и чувственной подоплеки. Девочка из маленького села в Ростовской области уже почти стала учителем, но вдруг сорвалась в театральный к нам в Ленинград, не считавшая себя достаточно красивой, выучилась на режиссера, но вышла на сцену и там осталась. С первых же съемок признанная записной кинокрасавица с огромными лучистыми глазами оставила по себе список героинь не сияющих, а близких и родных тех, что где-то рядом живут, тихо любят, радуются и если плачут, то в подушку. Такая она даже в интердевочке, не говоря о ролях в нашем БДТ. Ну, что я, все только память, память. Лариса Ивановна написала несколько книг, продолжает сниматься, а скоро выйдет фильм по ее сценарию. С народной артисткой встретился Павел Богданов. В этот вечер все поздравления и комплименты только для нее. Она бежит от шумных празднований своего юбилея, но коллеги и поклонники уговорили ее быть в Доме кино. Ведь Лариса Малеванна сыграла почти 70 ролей на большом экране. В «Анкор» еще «Анкор» и легендарной интердевочке своего любимого режиссера Петра Тодоровского, который в год премьеры посмотрели более 30 миллионов зрителей, а уже в 2000-х культовом сериале «Валерия Тодоровского. Оттепель». Но первые ее киновпечатления все же родом из детства. В сельском клубе привозили раз в два-три месяца кинофильм. Помню, мы смотрели «Чапаева». И это так увлекло, что когда мы пошли на речку Меус и там играли в игры, мне почему-то представилось, что я Чапаев. А потом на телевидении встретилась с Бабочкиным. Я ему рассказала эту историю. Говорю, вы знаете, вот говорят, актеры все кому-то подражают. Я не знаю, кому я подражаю, как актриса, но в детстве я подражала вам, я изображала Чапаева. Ах, Куленька, какие мы с тобой удачливые. Все-все нам удается, кроме одного. Из своей огромной фильмографии для показа в Доме кино Лариса Малеванная выбрала ленту «Поздние свидания». И кажется, это не случайно, ведь этот фильм так похож на ее судьбу. Здесь в финале сильная женщина, почти плачет у окна, оставшись одна, хотя, кажется, добилась всего. Приехала из далекой деревни в Ленинград, получила здесь высшее образование, построила карьеру. Лето 1963 года. Съемки фильма «Верьте мне, люди». Главные роли Кирилл Лавров. В одну из сцен снимают здесь, у Мариинского театра. В массовке студентка Ленинградского театрального института Лариса Малеванная. Кто бы мог подумать, что пройдет не так много времени, и Кирилл Лавров будет признаваться ей в любви со сцены БДТ. Это произойдет в спектакле «Дядя Ваня» Георгия Товстоногова. Кирилл Лавров там играл Астрова, влюбленного в Елену Андреевну в исполнении Малеванной. С народным артистом Советского Союза она выходила на сцену и в легендарном Тихом Доне, и в дебютном своем спектакле в большом драматическом «Дачнике», а еще в одной из последних больших театральных работ «Пронзительные истории постней любви» перед заходом солнца вместе с Александрой Куликовой. У нее настолько индивидуальный голос, настолько какая-то удивительная женская интонация есть, которая выражает какие-то вещи при минимуме внешних каких-то эффектов, и даже там каких-то сюжетных поворотов, да, она удивительно своим голосом умеет передать внутренний мир героине. А ведь были еще и режиссерские работы. Здесь же, на сцене большого драматического, спектакль «Бенгальские огни» по любимому Аркадию Аверченко. Когда я увидела распределение, я была очень удивлена, что Лариса Ивановна еще и режиссер. Но оказалось, что она совершенно, как у нее такой переключатель внутри, она выключила актрису и включила режиссера, и совершенно открылся мне с другой стороны. Это был человек сразу такой волевой, который может организовать, который может увлечь, повести за собой. Но при этом она не утратила ни своей интеллигентности, ни своей аккуратности, ни своей любви к артистам, потому что она сама артистка. Впрочем, вспоминать об этом сама Лариса Малеванная не любит. И при встрече говорит, давайте снимем интервью об актрисе, которая хочет забыть о том, что была актрисой. Незачем перепиливать опилки, ее любимое выражение, а потому вместо афиши фото на стене рисунки любимых правнуков. Вам бы было веселее, если бы вы пришли и увидели, что здесь висят мои портреты, и я хожу такая важная, и говорю, вот тут я создала образ, а здесь я создала, пересоздала, перевысоздала вообще еще лучший образ. По-моему, это тоска. В «Новой жизни» уже после БДТ, из которого Малеванная ушла сама почти 15 лет назад, возвращение к профессии, записанной в дипломе, режиссер. В Краснодарском молодежном театре она поставила 4 спектакля. Один из них «Чудики» по рассказам Шукшина, идет с аншлагами уже более 10 лет. И, конечно, книги. Это не мемуары, а проза ее сочинения. Лариса Малеванная – член Союза писателей Санкт-Петербурга. У нее очень интересный стиль литературный, потому что это очень искренний, очень живой язык. И мало этого, все идет плавно. От слова к слову, от предложения к предложению, все перетекает, как ручеек, как реченька течет. В 2013-м ей поставили страшный диагноз – 40 легких третьей стадии. Врачи давали несколько месяцев жизни. С тех пор прошло более 10 лет. Но с иголочки, одетая на каблуках в своей уютной квартире, она принимает поздравления с 85-летием и строит планы на будущее. Летом должны начаться съемки фильма по ее сценарию. Василий и Норочка. Когда я начинаю вспоминать прошлое, я начинаю ругать себя за ошибки. Мне кажется, что моя жизнь – это цепь сплошных ошибок. И мне мой мудрый внук, он сказал, как можно казнить себя за ошибки прошлых лет? Твои ошибки – это твой бесценный опыт. Ты росла на этих ошибках. Поэтому я ничего вычеркнуть не хочу. Пусть оно будет, но оно там. А я здесь. Мне кажется, что я нормальный человек. И как всякий нормальный человек, я развиваюсь, расту. Пойми, мне так много нужно важного сделать в жизни. Столько недоделанно. А жизнь коротка. 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 Смотрите далее в культурной эволюции. Усталый подходишь к этому портрету, и становится совершенно иначе ощущение от жизни. Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов о самом интересном в экспозиции. Так вообще моя жизнь сложилась, что я в каких-то комплах не бывал. Петр Налич и кроссовер-квартет Стардиваленки на фестивале «Классика без границ». Мне кажется, я стала интереснее с возрастом. Посмотрим, что будет дальше. Актриса театра и кино Александра Урсуляк о том, что в 40 лет жизнь актрисы только начинается. И снова о юбилее. На этот раз всероссийском, с каждым днем набирающем обороты. События к 225-летию Пушкина. Их будет много. И вот знаете, сейчас, в самом начале года, я как-то задумался, а по его итогу будет ли полный перчень этих событий. То есть, вот знаете, всех-всех-всех, которые только были. Чтобы увидеть какой-то зримый результат. Числом, например, их было 20 621. Или общая выставочная площадь, которую журналисты образности ради измеряют обычно футбольными полями. 183 с половиной. Галерея всех актеров, сыгравших поэта и его жену. Ну, в общем, все это мечты-мечты, где ваша сладость. Вы, кстати, помните, да, что это Евгений Онегин? Хорошо. Пока что театры и музеи объявляют о своих планах. С кого нам начать? Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов на этой неделе рассказал министру культуры Ольге Любимовой о планах музея. Более 30 праздничных мероприятий. В музее-квартире на Мойке-12 откроют центр гостеприимства и книжный магазин-салон. Работа кипит в филиалах музея. В Царскосельском лицее продолжается воссоздание исторических интерьеров. Чуть позже уже с мультимедийными инсталляциями начнет работать детский центр. 6 июня, в тени рождения поэта, после реставрации откроется мемориальный музей дачи. Опять же, летом ждем совместную с музеем-заповедником Царское село выставку. Поэт и царь. Многие из ее экспонатов будут представлены впервые. Впрочем, и в основной экспозиции музея то, что нельзя больше увидеть нигде и никогда. На самые удивительные предметы коллекции музея обратил наше внимание его директор. Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина, заслуженный деятель искусства России. Как выглядел Александр Сергеевич Пушкин? Наверное, правы были современники, которые говорили, что его лицо было настолько подвижно, что уловить и как-то зафиксировать это навсегда было просто невозможно. Но, тем не менее, мы знаем немало его изображений, прижизненных в том числе изображений. И, наверное, одним из самых знаменитых, которые мы помним с самого детства, поскольку видим в любой книге, посвященной Пушкину, является вот этот портрет, который излучает прямо-таки какую-то вот такую очень мощную энергетическую волну. И даже когда бывает усталый, подходишь к этому портрету, постоишь, посмотришь на него, и как-то действительно становится совершенно иначе ощущение какой-то от жизни. Это не совсем фантазия, а действительно ощущение того, что вот ты как-то вдруг почувствовал какой-то прилив сил, оно есть. Это изумительное мастерство художника Тропинина. Наш музей обладает не только этим портретом, но и двумя удивительными работами Тропинина, которые являются его подготовкой к созданию этого портрета. К итальянским карандашам выполнен рисунок. Затем мы можем посмотреть на небольшой эскиз, который здесь представлен, где так хорошо видны вот эти голубые глаза Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин сам не хотел официального портрета. Кроме того, портрет неофициальный, но более строгий, был написан Арестом Кипренским. А в данном случае Тропинин хотел, конечно, показать прежде всего поэта. Поэта, который свободен от условностей, от каких-то уз. Вот он буквально утром встал, не снимая халата, начинается день, начинаются заботы, может, творческие заботы, а может, нетворческие. И он просто на минуту присел, и вот тут художник как раз и решил поймать этот взгляд, устремленный не на нас, на зрителя, а устремленный куда-то, не в себя там, в глубина, а устремленный на какой-то внешний предмет, на какой мы не знаем. Но, быть может, этот внешний предмет потом подскажет великому поэту какую-то очень важную поэтическую мысль, и возникнет очередной поэтический шедевр. Один из самых ценных экспонатов нашего собрания является рисунок Александра Сергеевича Пушкина. Вот он перед нами. Здесь мы видим его лицейского друга Вильгельма Карловича Кефельбекера, который пытается выстрелить великого князя на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. И рядом поэта Кондратия Рылеева. А Пушкин в это время был в Михайловском, в ссылке. И уже несколько недель мучился тем, что надо сбежать бы ему из этой ссылки. И уже даже помчался в Санкт-Петербург. Но по дороге монах перешел ему дорогу. Это был не очень хороший знак. Пушкин был суеверен. Дальше баба откуда-то взялась с пустыми ведрами. Это тоже непонятно. А дальше Заяц выскочил и метался настолько часто перед лошадьми, что Пушкин увидел в этом знак того, что ехать никуда не надо. И велел повернуть обратно. В Михайловском пришла ему мысль, идея пародировать один античный сюжет. И довольно быстро, за два дня написал свою замечательную, шутливую поэму «Граф Нулин». И поставил даты 13 и 14 декабря 1825 год. И узнав, что произошло в Петербурге в эти дни, он был просто потрясен. И когда Пушкин в начале сентября 1826 года был вызван из Михайловской ссылки к императору Николаю Первому, то Николай задал ему, как известно, вопрос, где бы он был, если бы он оказался здесь в это время в Петербурге. И вот дальше Пушкин отвечает императору, что он непременно был бы на площади. Объясняя, почему бы он там был, Пушкин сказал императору «Все мои друзья были в заговоре. Спасло меня только лишь одно отсутствие, то, что меня не было в Петербурге, за что благодарю Бога». Великий французский мечтатель Жюль Верн воображал не только подводные лодки и полеты на Луну, но и будущее музыки. И знаете как? Заходит он в театр, а там идет концерт «Размышления в миноре о квадрате гипотенузы». Нет, там удивительно другое, что концерт идет, хотя самого пианиста нет ни на сцене, ни в городе. Действительно, в этот час знаменитый пиановский играл в Париже, в зале Герца, но электрическими проводами его инструмент соединялся с роялями Лондона, Вены, Петербурга, Пекина. Когда он ударял по клавишам, соответствующие ноты звучали, и на этих отдаленных инструментах их клавиши приводились в движение электрическим током. Ну, за 20 лет до изобретения радио это было фантастика. И потом, да, потом долгое время выглядело смешно, зато теперь трансляции и записи, ну, все это копии. Вновь ценится уникальная подлинность исполнения. Здесь и сейчас. В Музыкальном университете Вюртсбурга построили гиперорган. На нем можно играть удаленно из Токио, Нью-Йорка или Амстердама. Жюль Верн вновь с нами. Орган будет подключен к международной сети, что позволит играть на нем удаленно из любой точки мира. Мало того, он станет частью цепочки гиперорганов разных городов. Это даст возможность объединить их в единый инструмент. Музыка без границ – это уже название Международного музыкального фестиваля, который в девятый раз проходит в филармонии. Здесь речь, ну, скорее, о преодолении музыкой не столько пространств, сколько условных рамок и ограничений. Вот и музыку Чайковского, Генделя, Шнитке, Гласса, великих композиторов. Исполнили Петр Налич и квартет «Страдиваленки». На открытии фестиваля побывала Анна Орловская. В Малом зале филармонии царит атмосфера Средневековья. Словно министрели оказались на приеме уважные особы. Певец Петр Налич и московский кроссовер «Квартет Страдиваленки» представили концерт «Песни для Иоланте» переосмысления оперы Чайковского о незрячей дочери короля Прованса, прозревшей от любви. Это повод обратиться к самой разной музыке. И поэтому, конечно же, не проигнорировав оперу Иоланта, мы очень много разной совершенно музыки, как и всегда, использовали. И музыка не должна восприниматься как застывший, абсолютно музейный образец, даже если есть каноны ее исполнения. И не случайно мы даже некоторые минуэты играем в другом размере. Оттого вдвойне любопытно слушать культовые произведения в авторской аранжировке. Здесь убаюкивающие сочинения Баха сменяют тревожная песня Филиппа Гласса. А в какой-то момент Петр Налич предстает в образе рыцаря Вадемона, исполняя романс из оперы Иоланта. Петр, идея концерта «Песни для Иоланта» как раз появилась два года назад вместе с «Квартетом Страдиваленки». Расскажите об этом подробнее. Как это получилось? Ну, я не знаю, что роилось в душе многоумной Саши Барклянского до того, но в какой-то момент он предложил сделать программу фантазии на тему старинной музыки и включить туда несколько моих вещей, которые написаны в таком вот духе чего-то старинного. В частности, вот композиция, трудно назвать, песня «Колд Аутсайд» с альбома «Вивамус», который вышел два года назад. Но так и сложилось, что я так его и не презентовал, поэтому можно сказать сегодня премьера. Во время подготовки к выступлению артистам даже пришлось стать архитекторами. Специально для концерта они спроектировали замок. Он не столько декорация, сколько полноценный участник процесса. Правда ли, что замок – это еще одно, шестое действующее лицо на сцене? Вы знаете, скорее это элемент нашего всего действия, жилища той героини, которая как бы должна была присутствовать на сцене. Та самая «Аланта», песня, для которой мы поем, но присутствие ее должно быть незримое, как бы волшебное. Премьера песен для «Аланта» стала открытием международного музыкального фестиваля «Классика без границ». Он проходит уже девятый раз и продлится несколько месяцев. «Квартец Традиваленки» – это уникальный коллектив в нашей стране. Аналогов нету. Это их вторая премьерная программа в рамках фестиваля. Это философская история о теле и душе. И вот как у Петра Ильича Чайковского и «Аланта», когда «Аланта» прозревает, вот их музыка в конце, я надеюсь, что публика испытает катарфис. Какими звуками можно пробудить в человеке жажду к познанию мира? Это главный вопрос авторов концертной программы. Они уверены, разножанровая музыкальная папури позволит зрителю заметить больше узоров в кальтоскопе жизни. Языком высоких технологий можно обсуждать самые разные вопросы, создавать высказывания на самые сложные темы. Силами известной у нас нейросети создана такая вот виртуальная галерея, возрожденная коллекция. А именно, искусственный интеллект воспроизвел образы картин из Воронежского областного художественного музея имени Карамского, пропавших, уничтоженных во время Великой Отечественной войны. 279 картин. От них остались лишь описания, сделанные сотрудниками музея до войны. Нейросеть изучила стиль и технику авторов исчезнувших полотен, чтобы сгенерировать 14 картин. Вот так вот по записи в архивах. Спустя 80 лет картины Кандинского, Родченко, Гончарова и Фалька возродили, скорее как память. Понятно, что чудес не бывает. Сама память возрождает из небытия. В инженерном доме Петропавловской крепости проходит выставка «Ленинград» в 1944 году. Возрождение. Смотрим без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Смотрите далее в культурной эволюции. Мне кажется, я стала интереснее с возрастом. Посмотрим, что будет дальше. Актриса театра и кино Александра Урсуляк о том, что в 40 лет жизнь актрисы только начинается. Ну и в заключении традиционное интервью. Сегодня у нас в гостях Александра Урсуляк, ведущая актриса Московского театра имени Пушкина, прекрасно известная и паралям в кино. Ну и, в общем-то, интересная тем, что с одной стороны ее не нужно представлять, а с другой не нужно сопровождать представление перечислением заслуг, то есть подводить какие-то итоги. Она такой пример актрисы в самом расцвете и может выступать как проводник актуальных соображений тем театра. Какими они могут быть? Как вы услышите, мы встретились с ней перед спектаклем «Зойкина квартира», который привез с гастролями театра имени Пушкина. И любопытно было услышать, как актриса трактует известную булгаковскую героиню. Вообще, именно герои Булгакова в наши дни приобретают новые черты, звучания. Ну, чего далеко ходить, первую премию «Рунета» под закат года получил герой собачьего сердца, вернее, вот этот самоуверенный Шариков, этот мем, которому, вы знаете, приделывают потом разные фразы, он отмечен как оказавший влияние на общество. Ну, а как много сейчас говорят о новой киноверсии «Мастера и Маргариты», где мастер, он уже не прежний неудачник и безвольный интеллигент. И все это благодаря Маргарите. Вот и в спектакле Александр Урсуляк выводит героиню Зойкиной квартиры за известные пределы. Не только ролей, но и жизни актрисы. С Александрой Урсуляк беседовал Павел Богданов. Есть! Осталось полтора часа до спектакля, когда мы с вами встречаемся в Зойкиной квартире. Что вот в день спектакля отличает от любого другого дня? Ну, я вам так скажу, что каждый спектакль по-разному, да. Вот есть спектакли, которые с вечера я начинаю, мне портится настроение, там, нервничаю или еще что-то такое. Вот надо сказать, что в Зойкиной квартире есть такой маленький секрет. Нужно делать все наоборот. Вот чем легче и безответственнее, не нагружая и игривее, что ли, подойти к началу спектакля и начать его, тем и спектакль как-то вот лучше идет, как я успела заметить. Про вашу героиню в спектакле Зоя Пельц. Обычно ее так принято играть предприимчивой, да, такой женщиной. Вы в одном из интервью я прочитал, сказали, что главное, что вы хотите вытащить из этой роли, это как раз любовь, любовь, которая движет, в принципе, всеми ее поступками. Почему такой взгляд? Безусловно, любовь – это, в общем, такая фундаментальная для всех вещь. И, как мне кажется, вообще про нее надо все играть. Вот в любой роли ею надо двигать и сюжет, и характер. Поэтому, конечно же, Зоя Пельц – предприимчивая женщина. Конечно же, она авантюристка. Но она играет ва-банк не от хорошей жизни, да. А есть ситуация, в которую она попала, и есть действительно любовь, которая заставляет ее все на своем пути рушить, менять. Потому что она понимает, что рано или поздно у нее отберут все. Даже то, что осталось, даже эта квартира, единственное, что есть, даже ее отберут. Часы тикают. Надо быстро что-то придумывать. Надо быстро решаться. И с этого тонущего корабля нужно бежать. Александр Урсуляк все время играет у Евгения Писарева. Евгений Писарев нашел явно свою актрису, а Александр Урсуляк своего режиссера тоже нашла, получается? Ну, я вам хочу сказать, что мы вообще очень друг друга давно нашли. И, конечно же, нас связывают не только какой-то творческий союз, это очень человеческий союз. Потому что мой знакомый 25 лет, и Евгений Александрович меня знает девочкой из 16 лет. Я поступила в 16 лет, это был мой молодой педагог. Он еще был тоже такой неоформленный, он еще не знал себя. Он первый раз пришел преподавать, у него еще не было никакой режиссерской работы, он еще был молодым артистом театра Пушкина. И вот вся наша жизнь, она вот разворачивалась вместе. Поэтому, конечно же, это не только мой режиссер, это мой друг, соратник. Вы много раз в разных интерпретациях это говорили, но смысл фразы оставался одним и тем же, что театр это поиск правды. Звучит с точки зрения сегодняшнего дня, ну так, пафосно. Пафосно, да. Почему все-таки вы так думаете? Потому что в этом фокус театра, да, когда мы заранее договариваемся со зрителем о том, что мы заходим в какую-то комнату, зал. Мы артисты, а вы зрители. И сейчас мы вам что-то покажем. И мы заранее говорим, что это спектакль, это неправда. Но мы, когда начинаем что-то делать, в какой-то момент вы должны затянуться, и вы должны поверить в эту неправду. А поверить не потому, что вы такие доверчивые, или мы вам так наврали, а потому что эта правда должна возникнуть. Она должна возникнуть из рассказа, из какого-то визуального ряда, из того, что происходит между артистами. Но вот этот момент, когда зритель верит тебе, и ты веришь в то, что происходит на сцене, это правда, которая обоснована на изначальной неправде. И вот это чудо для меня, этот фокус, и есть театр. Вы часто и достаточно так открыто, спокойно говорите, да, там, про свой возраст. А этот возраст с точки зрения актерской профессии, и с точки зрения тех ролей, которые вы играете, те, которые можете сыграть, что он дает? Надо сказать, что по мне и время такое определенное, да, когда женщина в 40, это персонаж везде. И это прямо вот самый топ возраст. И можно играть очень-очень-очень разных женщин. И в этом смысле я считаю, что мне очень повезло, потому что вот мне кажется, что это мой возраст, это мое время, и я могу, наверное, быть интереснее. Мне кажется, я не была так интересна, особенно в кино, именно там, когда я была молодая. Потому что у меня было несоответствие внутреннего мира и внешности, скажем так. Вот мне кажется, я стала интереснее с возрастом. Посмотрим, что будет дальше. Мой милый, я знаю, вы таетесь здесь, как свеча. Я увезу вас в Ниццу. На сегодня это все. В следующем выпуске мы расскажем о новом выставочном проекте «Город-герой Ленинград» в Манеже. Побываем на премьере спектакля «Воскресенье» в Александринском театре. Встретимся с восходящей звездой классической музыки пианистом Ильей Попаямом. С вами был Вячеслав Рязаков. Увидимся через неделю на телеканале «Санкт-Петербург».